Запись еще. Так, дорогая публика, я сейчас в гостях в Чехии у Никиты Пушкарева. Он, видите, широко улыбается. В Чехии ему хорошо. Он там на заработках. Скажите, Никита Пушкарев, он, значит, увлекается математикой. И мне он все время писал про то, что он решил все задачи тысячелетия, как это там, главные загадки тысячелетия он решил. Ну, математику в школе вы ее учили или вы знали, но не учили? Я просто, по-моему, отвечал же на этот вопрос. То есть, когда я приходил в математический класс и началась математика, я уже все знал. Ну, я не знаю, как так получилось, но просто изначально в четвертом классе у меня оказался в руках учебник с кратким математическим курсом с первого по 12 класс. То есть, я дошел, получается, чисто зрительным, то есть, просмотрел все это дело и дошел примерно до девятого класса, до логарифма. Да, и, в принципе, забросил это дело, мне надоело. Понятно, понятно. Тригонометрию тоже знаете, да? Ну, судя по всему, что-то понимаю. Можно я вас спрошу про тригонометрию, можно? А этот самый, так сказать, косинус 60 градусов чему равен? Да, смотрите, какие точные вещи я вам не буду... Нет, то есть, на такие вещи вы не развеялись. А логарифм восьми по основанию два чему равно? Тоже не ваша тема, да? Это равняется... То есть, изначально два в третьей степени, да? То есть, у вас чем это равняется? И чем это равняется? Какой? Тройки. Тройки. Ну, видите, вот логарифм он знает. Так, понятно. И, значит, в институте вы учились? Да, учились. И долго? Года. А? Три года. Три года. А что за институт ты был? В университете экономики, то есть, называется он НУДФСУ, находится в Арпине, называется Национальный университет Державной и Фискальной Службы Украины. То есть, это Украина, да? Группа называется ПТБ, то есть, предприемница, торговая, биржевая деятельность. То есть, там торговля и биржевая деятельность. Ну, как так переводится, да? То есть, с математикой там было то же самое. То есть, я пришел, просто, понимаете, то есть, я для себя математику решал так. Я просто отказывал для себя какие-то ступенечки, да, по которым я просто мог вернуться к изучению какой-то темы, да? То есть, какой смысл я там находил? Просто откладывал, да? То есть, чтобы быстрее потом вернулся в любой момент можно сделать, да? То есть, это касается, там, и интегралов, и, возможно, то есть, других тем, да, то есть, ну, там похитна. То есть, ну, как раз, я не знаю, как на русском, похитна будет, честно говоря, возможно, вы знаете, но это обратный процесс к интегралу. То есть, все эти темы, я просто хочу… Производные, наверное, если обратные к интегралу, то производные. Абсолютно верно, спасибо. А как по-украински производная-то, подхитна? Похитна, похитна. Да. Ну вот, видите, мы теперь кое-что знаем по-украински, значит. Украина – это так. У нее очень, вы понимаете, у нас некоторые вообще конфузы были. Когда я заходил, у нас был экономический класс, и там висели портреты великих украинцев. Вы знаете, кого это обнаружило? Во-первых, Роберта Фогеля. Ну, это экономист, который я получил на Березвью Приме в 1993, по-моему. И у него книга была «Time on the Cross. The History of American Slavery». То есть я ее полностью прочтаю. Если хотите, мы ее тоже будем рассудить. Потом там был, то есть Фогель, да, он был выходцем из Украины, но почему там был… Ну, то есть я не думаю, что он вообще определился как к украинцам, он вообще относился, но это, в принципе, интересная тема отдельная. Потом там был Бен Биварк, то есть известный украинский экономист. Но тоже с Винницы, конечно, да, это тоже интересная тема. Потом там был Милтон Фридман, понимаете, вот это все были украинские известные экономисты. Но это просто, ну, если вы знаете, как это называется, то, в принципе, не подскажите, потому что у меня только плохие слова. Но к этим вещам… Почему же плохие слова? Видите, они вспомнили, что у них корни были на Украине где-то, да, видимо? Наверное, они бегали всем и говорили о том, что они великие украинцы. Я не знаю, какой причине их туда поставить, я не знаю. Ну, что ж такое делать-то? С ДИС, американец там, ну, то есть, ну, замечательно. Я не знаю, они, наверное, себя думали тем угодно, но не украинцы. Да, на самом деле, там еще был такой экономист, ну, это такой, его приписывается к австрийской экономической школе. Конечно, я себя не приписываю ни в коем случае к австрийской экономической школе. Это такое маргинальное движение, естественно, да, но просто, то есть, Мизос, то есть, он тоже выходец с Украины был. И меня просто немножко это удивляло, потому что у Мизоса есть такое немножко темное пятно в истории, потому что он немножко был приверженцем нацистской идеологии. И они все равно засунули его даже в таком случае, в этих великих украинцах, понимаете. Я не знаю, это или попил бюджет, или что это такое. Ну, ладно, давайте продолжайте вопрос. Просто вот, ну, как, ну, здорово. Мне мои, значит, зрители все время пишут, что, так сказать, Королев украинец, например, да. Конечно, обязательно. То есть, в любом списке украинцев великий, конечно, будет и Королев, и кто угодно. То есть, это не обсуждается, понимаете. Вы местные политики эти вещи не обсуждаете. По факту, кто родился в Украине, тот и великий украинец, понимаете. Ну, Гоголь, очевидно, тоже. Конечно, нет, Гоголь. Менделеев даже почему-то. Я даже знаю, что некоторые говорили, что Менделеев – это украинец. Я не знаю почему-то. А, ну, может быть, жил когда-нибудь там? В Сибири, то есть, человек, я не знаю, почему он. Он из Подольска вообще, он из Подольска. Да? Ну, вот, смотрите. Вряд ли его можно отнесить к великим украинцам. Но все равно, понимаете. Ну, мало ли, украинцы живут по всей стране, мало ли что. Шевченко тоже в Петербурге учился. По-моему, он живописи учился в Питере или в Москве. В Питере, наверное, учился. Так что нормально все. Ну, что же делать-то? Ну, Шевченко – однозначно украинский поэт. Конечно. Ну, это про так немножко смешного вступления. То есть, я готов отвечать на ваши более серьезные вопросы. Так, ну, а что вы скажете про вашу теорию? Что, в чем она заключается? Что вы там решили-то? Что-то у вас с числами было? Я немножко не понял. Вы мне представили некий текст, файл такой, txt. И там написано, что вот что-то вот один, 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 один. И без шансов, чтобы там была бесконечность. Вот что-то такое. Я изначально думал, что я нашел что-то новое в математике. На самом деле, потом я начал более углубляться в эту тему. И на самом деле, эта тема в математике уже есть. Смотрите, то есть, когда… Вы знаете, я заговорился в математике. Но есть такое обозначение. То есть, есть круг и квадрат. То есть, если сторону квадрата сделать корнем из Пи, то у нас получается, что сторона квадрата – это Пи. Вот смотрите, из этого сделали математику. Если сторону квадрата сделать корень из Пи, то площадь квадрата Пи получается. Да, да, все верно. Спасибо, что у меня есть подряд. То есть, это цена на самом деле. Вы абсолютно верны, смотрите. И из этого сделали математику. То есть, ту, которую я вам продемонстрировал. Вот, то есть, абсолютно все выводы, которые там были. Да, ну, немножечко. Я все-таки, ну, то есть, так как можно понять, что все-таки это мое хобби, то я решил, ну, смотрите, есть такая математика и есть. Но я просто хочу ее расширить на более универсальные значения. То есть, в принципе, я затронул такую вещь. То есть, сам того, на самом деле, изначально не понимаю. То есть, недавно я посмотрел ролик Саватеева, он вышел. На самом деле, очень вовремя. Потому что я посмотрел, то есть, тема называется кагомология. Это, на самом деле, тема о многомерности. То есть, какие они могут быть. То есть, если они определяют их. То есть, я для того, чтобы быть конкретно точным, я записывал термины, которые они применяли в кагомологии, чтобы их решать. Я, на самом деле, даже по ходу дела, пока они это все решали, немножко исправлял ошибки. Они допускали там неточности. Потому что я могу вам объяснять, если хотите, я сам скину ролик вам, то есть, какие неточности там были допущены, и все дела. Смотрим. То есть, что я записываю? Какие точные выражения? Расскажите мне, пожалуйста, а то вот мои зрители и я в этом не очень разбираемся. Что такое, так сказать, кагомология? Кагомология, смотрите, то есть, это, ну, я, конечно, смотрите, это заняло у меня немного времени. То есть, абсолютно полностью естественную тему я не изучил. Но если в таком немножко понимании войти, то есть, это касается теорема Бонкере. Да, и доказательства. То есть, у нас есть такой, естественно, математик, перемат, то есть, он именно пользовался кагомологиями, своими доказательствами. Смотрите, то есть, изначально у нас есть треугольничек, да, то есть, он может быть в пространстве, вот, допустим, это будет второе пространство, то есть, это такая площадь, да. Потом у нас будет третье пространство. А что будет с четвертым пространством, понимаете? Четырехмерным имеется в виду. Ну да, четырехмерным. То есть, и когда вы расширяете пространство в этой кагомологии, то у вас появляется очень много разнообразий, понимаете? То есть, во-первых, в это пространство можно добавить нефклидовую геометрию, понимаете? То есть, в принципе, если спариваются, то есть, понимаете, смотря какая точка вас направляет, то у вас будет… Ну, на самом деле, на стриме я сегодня это обсуждал, чтобы там точно… Если я вас правильно понял, там речь идет о том, что вот есть у вас плоская фигура, значит, вот у нее есть много-много точек. И вот можно такую создать трехмерную фигуру, чтобы вот каждой точке этого вашего треугольничка соответствовала точке трехмерным, да, пространством? Да, можно, смотрите, а можно вообще схитрить в этом всем деле и создать только по конечным точкам. То есть, смотрите, в обычном треугольнике вы обозначаете только А, Б, Ц, ну, допустим, да? Можно создать, конечно… Ну, да, то есть, обычное обозначение, да. Смотрите, вы можете создать обычную когомологию, да? То есть, вы можете создать по каждой точке изна этой линии, да? То есть, это будет очень большое множество. А можете схитрить и просто создать по последним точкам и посмотреть, а что у вас получится. На самом деле, я посмотрел, что у меня получилось, и у меня получились просто очень-очень интересные выводы, да? То есть, опять же, я спаривал между собой не только эвклидовые треугольники, а и не эвклидовые. И тогда у меня получались гладкие Кагамолохи и негладкие. У меня получались... То есть, ну, по факту я сейчас найду то, что я записывал, чтобы быть конкретно точным. Ну, вы так вот интересно говорите, а говорите, что вот с вами, значит, Саватеев не захотел, значит, общаться. Ну, возможно, просто не заметят, потому что я немножечко, так сказать, упорствовал в этом деле. Возможно, он меня забанил или что-то. Каких людей это сделало? Каких людей бы упорствовали-то? Ну, я записывал под его роликами, «Ну, свяжитесь со мной, я вас спрошу». То есть, например, в таком контексте. И я хочу с вами поговорить. Все, то есть, время в таком контексте. Если хотите, я могу... Вы поговорили со мной, да? Ну, хорошо. Вы отозвались, то есть, я вас... Так, а вы там говорили о том, что... Вернее, писали мне о том, что значит, ваш подход позволяет там что-то такое сломать все шифры, пароли, а? Это касается биткоина. То есть, смотрите, эту часть, если хотите, мы поговорим про запись, про первую половину. То есть, там, где я дошел... То есть, смотрите, в моей теории, как я уже говорил, возможно, вы это читали или нет? Смотрели или нет? Ну, я слушаю вас, я рассказываю. В моей теории, это как гомология, то есть, сама вот эта линия, прямолинейная. То есть, она растет, ее количество миров растет прямо порционально. Ну, то есть, просто прямолинейно, да? А вот сама экспонента, то есть, сами вот эти, получается, экспоненты, которые растут от него, они уже растут немножко по-другому принципу, да? Первый принцип, который они растут, то есть, это ноли, то есть, нулевые функции. Я нашел эти, получается, нулевые, получается, вот эти ключи и смотрите, что интересно произошло. Я вам сборю с собой три ключа, да? Что вы будете, если идем попытаться подписать биткоин-транзакцию? Вообще ничего не произойдет. То есть, смотрите, вы умножаете подпись на, получается, получается, на неподписанную подпись, да? Это так работает биткоин-транзакция, то есть, чтобы отправить транзакцию, вам нужно ее подписать. Смотрите, если подписать нулевой подпись, то вообще ничего не происходит. Оно пишет сайны, сайны, то есть, буквально, я показывал это в ролике, но ничего не происходит, абсолютно. И таких ключей всего или. То есть, у меня это немножечко уходит в весь, да? Посмотрите, или их 256, или их 65 тысяч. То есть, или 256 во второй степени, или 256 просто само по себе. Все, вот. Смотрите, то есть, я их специально нашел три. То есть, я просто нашел первый, второй нулевой ключ, а потом я нашел 256. Понимаете? А что с этого следует? То есть, вторая часть, вообще, вторая часть этого. Если хотите, то есть, ну ладно, это на самом деле не так опасно. То есть, я просто говорю, что с этого следует, что есть еще или 256 ключей, которые откроют вообще любую транзакцию, подпишут вообще без проблем, или 256 ключей, которые подпишут любую транзакцию. Вот о чем я говорю. Вы сможете таким образом, так сказать, воровать деньги, да? Ну, я не собираюсь этого делать. Нет, я понимаю. Ну, то есть, кто будет уметь это делать, он сможет, значит, воровать деньги. Да, ну, то есть, это асимметричное шифрование, которое нам говорят, что на самом деле, возможно, у него есть проблемы. Я же не утверждаю, что я уже прямо сейчас это сделал. Но я просто занялся тоном, я вообще хочу довести уже теорию до конца и посмотреть, смогу ли я или нет. Вот и все. То есть, больше ничего. Говоря, значит, на самом деле, это не так устойчиво все это биткоиновское шифрование, да? Проблема даже не в биткоине. Проблема, на самом деле, есть такая система International Bank Account Number. То есть, это все там шифруется тоже на аналитических кривых. Абсолютно все. Вы думаете... Что значит шифруется на аналитических кривых? Ну, подробнее чуть-чуть скажите про это. Ну, вы знаете, такую тему называется аналитические кривые. То есть, у него вот эта формула аналитические кривые, Y в кубе равняется Y в квадрате плюс коэффициент какой-то, да? То есть, это может быть и двойка, это может быть и тройка и плюс семерка, да? То есть, с этих коэффициентов у нас возникают очень большие числа. Вообще, то есть, они улетают в две стороны. То есть, если брать только по модулю, то есть, ну, в принципе, поделить на два. То есть, у нас улетит только в плюс числа, да? То есть, берутся по модулю, на самом деле, эти числа вы получаете в биткоине. Чтобы не улетать в отрицательные числа, потому что компьютер их не понимает. Смотрите, ну, на самом деле, можно... То есть, я на самом деле вообще не брал по модулю, потому что, ну, я подумал, и так сойдет. Ну, и получилось почему-то, понимаете? То есть, почему-то все равно получается. Я просто что говорю? Смотрите. То есть, так как у вас есть вот этот коэффициент плюс семь, ну, в биткоине просто коэффициент плюс семь, то, чтобы компактно разлаживать числа на множители, понимаете, в современной математике разложить числа на множители, это рост экспоненциальной, получается, сложности. Из-за того, что это экспоненциальный рост сложности, то разлаживая числа на множители, вы постоянно... вам требуется в экспоненциальном размере все больше и больше энергии. Понимаете? На самом деле, есть прямолинейный способ. Я уже, в принципе, пытаюсь его как-то аргументировать и записать на такой программе на ZSF Python и заняться этим вопросом. То есть, как это делается? Если хотите, я расскажу, то есть, если вам более интересные, подробные... Скажите в двух словах, да. Если в двух словах рассказывать, то смотрите, у нас есть формула нулевой функции, которая позволяет получать эти нулевые ключи, которые ничего не подписывают и не имеют, получается, вообще никаких публичных ключей. Да, публичные ключи – это просто кошеки, на которые вы отправляетесь. Так как это раздельная система, то у вас нет центра, который вообще решает, что такое публичный ключ. Ну, для примера, да. Смотрите, то есть... Сейчас помеха прошла. Да, вот не слышно, что вы говорите. Не слышно вообще. Возможно, что это вот так вот компьютерные сети защищают себя. Да, вот может, они так пытаются спастись. Ну, скажите что-нибудь, посчитайте. Раз, два, три. Раз, два, три. Скажите что-нибудь. Вы выключили сейчас звук. Теперь включим. Трясется там все время, трясется. Ну, в общем, если я вас правильно понял, то если у вас все получится, да, то это ставит под угрозу, вот, в общем-то, шифрование биткоина, да? А ну, давайте я вам так... О, слышно стало. Слышно стало. Хорошо, смотрите. Давайте продолжим тогда в таком случае. Про шифрование биткоина буду сейчас говорить. Смотрите. То есть, если у нас есть нулевая функция, которая тоже промалиней... Ее сложность тоже растет промалинейным. То я просто занимаюсь тем, что хочу... Ну, то есть, я уже нашел, на самом деле, функцию, которые помогают мне промалинейно разлаживать на множителе. То есть, мне нужно просто, смотрите, узнать, а делится число на 7 или не делится. Понимаете? То есть, если делится число на 7 без остатка, то это получается единица. Если она делится с остатком на 7, то это получается 0. И все. И я просто пропускаю через эту функцию абсолютно все числа единиц и ноля. То есть, понимаете, в одном приватном биткоин-кошельке находится 256 единиц и нолей. То есть 8 битов. Получается 32-битная защита. И получается, если так пропустить, то получается, что если вы делитесь на 7, и у вас получается число целое, то это единиц. Если на 0, если на 7 делите, и у вас получается не целое число, то это будет 0. Все. Я так пропустил, я так получил. Во-первых, получается нулевые ключи. Сейчас я понимаю, что я так пропущу и получу на самом деле те ключи, которые все так хотят получить. Так, все. Если вы сумели это сделать, кто-нибудь другой тоже сумеет повторить, да? Давайте, смотрите. Я вас тоже начал плохо слышать. На самом деле, наверное, это связано с наушником. Смотрите, я сейчас его вложу, и наушничек... Наверное, сейчас получше будет. Посмотрим, чтобы... Вы меня сейчас слышите? Идеально. Все, спасибо. Идеально. Продолжаем. Разговор? Если я так правильно понял, раз, если вы додумались, может кто-то и другой додуматься, то есть, в принципе говоря... Вот этому нужно, на самом деле, теорию чисел использовать ту, которую я использую. То есть, вопрос очень большой. Вообще, кто-то в мире использует такую теорию чисел или нет? А, то есть, только вы один, это пока можете, да? Вот благодаря вашей теории чисел. Может кто угодно, понимаете? То есть, ему надо хотя бы добраться до того, что... Но если он знает вот теорию чисел, ту, которую предуспользует... Да, может кто угодно. Шифрование взаимается через две минуты, я вам так скажу. Умный человек, который доберется до этой теории, биткоин уже хана будет, я вам так скажу. Ну, вот видите как, биткоин, значит, под угрозой надо продавать. Это, значит, и банковские транзакции. Нет, нет, ни в коем случае, это, смотрите, ни в коем случае я не говорю, что прям бежите продавать. Это еще нужно доказать, я прав или нет. Ну, это пугать людей, это лишний раз, лучше не надо так делать. Они и так, я думаю, испуганы в большинстве случаев. Ну, разных вещей боится. Кто-то пауков, кто-то деньги потерять боится. Конечно, но я уже на самом деле не боюсь деньги потерять, у меня 6 тысяч долларов украли, но я не особо на самом деле. Сколько украли-то, 6 тысяч? 6 тысяч долларов, как раз биткоин. Такая немножко месть моя. Через это интернет украли, да? Нет, смотрите, я оставил свой приватный ключ, потому что я был таким новеньким пользователем биткоина, поэтому я немножечко оставил свой приватный ключ, получается, в почте. Ну, конечно, почту взломали и забрали все деньги. Ну, понимаете, ну как так можно было сделать? Конечно, сейчас, то есть я опять покупаю биткоин, естественно, да, потому что я-то решаю, по факту, взломаю я его или нет. И, так сказать, я храню теперь абсолютно весь приватный ключ, то есть я его запомнил и все. То есть в этом проблем нет. Теперь у меня его не украдут. Ну, если, конечно, мысли не прочитают, но это вряд ли. Я даже о нем не думаю, на самом деле. Ну, давайте, то есть вопросики продолжаем, чтобы было более интересно. Ну, понятно, то есть вы вот так вот разработали некую теорию чисел, которую лучше, так сказать, не популяризировать, потому что иначе это разрушит шифрование. Ну, послушайте, я не занимаюсь агитацией каких-то глобальных кризисов, да, то есть я не занимаюсь теми вещами. Я просто говорю, что возможно так есть. Понимаете, это требует верификации, требует проверки. Если это будет неверно, то это будет неверно. Я не собираюсь толкать людям какие-то неверные вещи. Ну, если вы уже там какой-то ключ подобрали, ну что ж. Ну да, то есть я вам скинул три ключа, то есть вы можете их опубликовать, чтобы люди убедились, что они нулевые. То есть как они в этом убедятся? Они попытаются подписать этим ключом транзакцию, и вообще ничего не произойдет. Вот. Вот и все. То есть я сам сделаю большой ролик про биткоин в любом случае, как я все это добился, все формулы, которые я использовал в нахождении нулевых ключей, просто я не покажу, как найти бесконечный ключ, который позволит открыть все, так сказать, все эти. И все. То есть сами хоть додумываются, все додумываются, молодцы. Но сами вы могли бы такой ключ создать, да? Ну я же говорю, я сейчас изучаю Python, у меня просто времени абсолютно нет, потому что мне работа, и вот математика это чисто хобби какое-то, да? А кем вы работаете сейчас? Я работаю, ну чисто за станком стою, все. Собираю кресла, вот и все. Как вы собираете, я не понял. Собираю кресла. Кресла? Деревянные, да? Нет. То есть есть такой завод Brose. Это германский завод, то есть он по нескольким получается странам разбросаны эти заводы, там даже в Китае есть, ну много заводов. Ну и вот получается они делают кресло для машин. А, для автомобилей, да? А, да-да, все верно. Понятно. То есть вы в Чехии делаете кресло для автомобилей, да? Да. Понимаете, то есть в этом и началось вообще мое повреждение математики. Мне было скучно, пока я это все собирал. Я подумал, ну не теряешься добру, то есть время не пропадает же. Я начал слушать аудиокниги, потом просто начал задумываться о математике, ну и вот я здесь. Ну вот видите, как здорово все, да? Главное, задумываться о математике, хотя бы для развлечения и уже... Конечно, нет, математика способна развлекать. Некоторые люди страдают из-за математики, меня хотя бы развлекают. Ну да, они могут сдать и зачет там какой-нибудь. Да, да, это абсолютно верно. Понятно, понятно. Кстати, смотрите, то есть вы видели там картиночку? Я рисовал шестимерный получается квадрат, ну или прямоугольник, как это более правильно сказать. Вы видели, да? Или нет? Ну вот. Что-то такое я там видел, да, но я не очень. То есть если вы его немножко повернете, то вы заметите, что точка с увеличением пространства, она уменьшается, да? А вот эти пространства, они расширяются. Если, например, там нарисовать какую-то фигуру, которая не будет влазить в это пространство, то на самом деле этой фигуре будет казаться, что она находится в бесконечности, потому что краев она не будет видеть вообще. Понимаете? Вот почему я говорю, что немножечко это касается и теории Янга Милсона. То есть, ну вы, наверное, с ней знакомы. То есть это тоже одна из Millennium Challenges. То есть изначально было запущено 7 Millennium Challenges. Первая – это там чисто логическая какая-то аргументация, то есть связанная с подбором корней. Получается, ну это там простенькая. То есть я не собираюсь решать, то есть это логика все-таки. Вторая, получается, тоже там. И вот третья – это Hotj Conjection. Четвертая – это Riemann's Numbers. Да, и пятая, получается, это Quantum Theory of Young Mills, как так она называется. Ну, то есть и последняя там какая-то тоже непонятная. То есть я ее тоже не затронул, потому что я ее не понял. Давайте так. Понятно. Ну, понятно, да. Ну, здорово. Вот интересно вы мыслите, думаете. У вас свой блог ведете вы в интернете, да? Да, изначально. То есть я все-таки хочу извиниться перед людьми, которые меня смотрели в самом начале. Это было все-таки фан для меня. То есть я фанился вначале. Просто потом я решил немножко серьезно поднапрячься в этом деле. Поэтому вначале была такая экспрессия ненужная. Это все-таки неправильно было сделано. А что значит вы фанились? Это что такое фанились? Ну, то есть веселился, да. То есть это был блог для веселья. Ну, так, типа. На самом деле принцип, который я сказал, что если ваше утверждение бесконечно сложное, то оно неверное. На самом деле оно все-таки нашло некоторое применение в моей теории. Потому что я не собираюсь отвечать на бесконечное количество вопросов. У меня нет на это времени. Понимаете? Если вы задаете бесконечное количество вопросов, то мы с вами никогда к чему не придем. Задайте конечное количество вопросов, на который я отвечу, то я буду прав. Или вообще не задавайте никакие вопросы, потому что мы никогда ничего не прием вообще. Примерно так я себе это сформулировал. Возможно, вы найдете здесь какую-то ошибку. Я, в принципе, хотел бы сказать вам, чтобы вы... Самое милое дело не задавать никаких вопросов. Нет, нет, смотрите, ни в коем случае. Я же говорю, задайте конечное количество вопросов. Это очень важно. Есть конечное количество вопросов, это одна история. Есть бесконечное количество вопросов, которые вообще бессмысленные получаются. Например, если вы начнете заговорить, что Ну, я, например, если прыгну, то я полечу Ну, понимаете, это уже абстрактная такая логика Если хотите, мы даже не будем это обсуждать То есть это бессмысленно как-то получается Это уже вам решать Я могу продолжить, я могу нет Говорите просто Я просто напоминаю, что это абстрактная логика Это чисто так Смотрите, то есть если вы говорите, что Ну, если я прыгну, я полечу Вам начинают говорить, ну нет, ты вообще-то упадешь и разобьешься И ты отвечаешь на докажение Понимаешь, ты начинаешь ему задавать Вопрос, смотри, откуда ты взял, что ты взлетишь Потому что я знаю, что я взлету Понимаете, все Первый вопрос он ответит Второй вопрос, смотри, там люди Когда они прыгают, они падают Он говорит, ну я знаю, что я полечу Второй вопрос он ответит, понимаете Третий вопрос ты ему задаешь Ну смотри, я кидаю яблоко перед тобой Если ты упадешь так же, то ты упадешь и разобьешься Он говорит, нет, я знаю, что я полечу И толку этому человеку задавать бесконечное количество вопросов У него есть всегда ответы он прыгает и просто разбивается понимаете поэтому я говорю надо задать конечного количество вопросов если тебя бесконечное количество ответов есть на самом деле тут уже попахивает немножко противоречия вот о чем я говорю абстрактная логика естественно не стоит прыгать прыгать и проверить победить его или нет я думаю вас не получится ну это так тоже абстрактно то есть пусть люди призадумаются пусть люди призадумаются я ценю эти ответы спасибо продолжим ну вы хотите что-то еще добавить ну смотрите то есть я сегодня занимался числом пи на то есть чисто если хотите я могу немножечко рассказать о том что каким выводом я пришел по числу пи скажите расскажите так как вы скорее всего не можете показать прям детально то что написал то я чисто так пересусь на абстракцию у меня на самом деле на страничке контакте есть детально вся роспись того что я получил смотреть то есть когда я начал заняться числом пи я на самом деле не особо представляю что такое транссиндентальное число на то есть ну число пи это одно из самых транссиндентальных чисел которые вы меня поправляете это большое спасибо ничего 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 на смотрите то есть за 7 лет до того как нашли число пи ну то есть обосновали того что это вот такое число непонятно то есть обосновали что вообще такие числа есть но это тоже на самом деле страны начали не число пида и они начинают задумываться то есть а почему она оторвана от ноля на самом деле если пи нет 0 понимаете ни разу не встречается там 0 потому что на тормозе нет ни одного ляда я просто задумался но вообще-то возможно это или нет все начал проверять свою теорию что у меня получилось получается так первые два круга первые два круга которые идут после числа пи потому что числа пи я тоже взял точку да чтобы не особо себя напрягать первые два круга которые идут после числа пи они вообще не существуют да и вот поэтому значит круг который идет после числа пи что это такое ну смотрите я себе задаю вопрос а что за первое число идет после то есть что за первые самые круг позволяет на свое время рад число пи да то есть самый первый у нас может быть радиус круг геометрический круг конечно да то есть а самая обычного радиуса да да самый обычный и так далее площадь равняется пи да да абсолютно верно смотрите так получается что самый первый он не существует второй тоже потому что второй его площадь будет две третьих две третьих от спид понимаете третий а что за второй я не понял которого радиус двойка что ли нет у него радиус не двойка у него радиус 2 3 пи то есть две третьих точки 2 3 пи и еще на 2 3 пи его площадь сколько будет тогда 4 9 пи его площадь будет да да но все равно проблема не в 4 9 пи да проблема в том что его радиус будет меньше чем вообще возможно понимаете то есть вот чем проблема чем чем что возможно радиус чем возможный радиус в принципе понимаете какой радиус принципе возможен радиус возможен самый самый маленький в принципе радиус возможен это пи то есть если пи равняется пи то есть радиусу то это самый маленький раз который в принципе возможен почему ну вот почему у меня есть обоснование он невозможен нет смотрите если он будет меньше числа пи радиус то он будет уже поглощен в принципе этим числом вот единица она меньше числа пи это нет единица смотрите единица это число наша абстракция вот вообще от того что о чем мы сейчас говорим единица она оторвана числа пи абсолютно вообще потому что единица это в принципе более-менее связаемый объект это не трансцендентное число единиц а вот число пи это уже оторваны немножечко трансцендентное число единица нет тоже не трансцендентное две третий пи трансцендентная просто две трети я не понял только почему там две трети пи потому что единственная возможность самый первый круг который идет после числа пи самый первый которого вообще нельзя поделить это будет ровно пи а что за круг то что пи то это что длина площадь что такое это периметр вот вот что периметра 2 пи да если единичный радиус да все верно периметр 2 пи р так да почему нельзя поделить ты не понял потому что самый маленький то смотрите если мы начнем делить то число пи кого делить кого делить начнете радиус который меньше числа пи вот если радиус равен пи тогда периметр равен 2 пи квадрат неверно а с чем он равен 3 пи а почему 3 пи потому что периметр 2 пи р если периметр равен пи тогда периметр если вы искали радиус равен пи да 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 все если радиус равен пи тогда периметр 2 пи квадрат нет а сколько подождите тогда периметр будет равняться 3 пи а почему 3 пи потому что нас формула периметр 2 пи р до 2 пи р до вот у вас и равен я цепи и вот вы 2 пи умножаете на пи получается 2 пи квадрат 2 пи квадрат ну получается да с этим на немножко форму я буду подправить вам большое спасибо то есть это уже бессмысленно точно говорить формула ну хорошо мне было очень интересно с вами познакомиться спасибо сила большое вам да спасибо большое вот и публики наши спать увидите вот у меня теперь появилась такая рубрика где я приглашаю вот людей которых ну и такой таска семинар для людей так сказать не занимающихся официально признаны наукой да ну вот как тут например да она как то знаете официально признана наука ну кто я фица азада кто ее официально признавал да ну вот такие ну а не так говорят, те, кого туда не... Ну, понятно, семинар такой вот у меня. Ну, спасибо публике родной, не забудьте нас поддержать и морально, и материально. Нет, это все будет, ждите, прям сейчас. Я публике говорю, чтобы она нас поддерживала. Спасибо вам большое, я тогда запись заканчиваю, да? Да, знаете, то есть я сейчас пойду немножко займусь все-таки вашим коррекцией, что она получится. Давайте, давайте. Ну, посмотрите, спасибо вам большое. Удачи всех благ, да, заканчиваем запись.